МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Главный вопрос сегодня в нашей студии глава Чувашской республики Олег Николаев. Мы подведем итоги сельскохозяйственного года и узнаем, какие цели на ближайшее время ставит перед аграриями руководство республики. Здравствуйте, Олег Алексеевич! Здравствуйте! Сельхоз Чуваши рапортовал, что в этом году собрали 960 тысяч тонн зерна. Это второй после 1992 года результат в истории Агропрома. Получена рекордная урожайность зерновых – 33 центнерсгектара. Сколько из этого Чуваши используют сама и смогут ли аграрии выгодно продать излишек? Успели ли наладить пути сбыта? Да, на самом деле в этом году, можно сказать, мы бьем рекорды. И это отрадно. То есть мы получили, с одной стороны, рекордный валовый сбор, с другой стороны, очень хорошая урожайность. И очевидно, когда мы получаем такой хороший урожай, очень важно еще это и выгодно продать и получить соответствующие доходы. С этим тоже, слава богу, в этом году все в порядке. Мы фиксируем достаточно высокие закупочные цены. И надо сказать, что если взять зерновые, мы по зерновым даже чуть-чуть закупаем зерновые для того, чтобы их переработать в муку и далее продвигать на рынок. Поэтому здесь у нас еще есть куда работать. А по всем остальным видам сельхозпродукции Чувашия, в принципе, сама себя обеспечивает. Это мясо как крупного рогатого скота, так и птицы, овощи, картофель. То есть вот здесь по этим группам товаров сельхозпродукции Чувашия, в принципе, полностью себя обеспечивает. Ну и, конечно же, есть у нас излишки для того, чтобы продавать на территории других регионов и обеспечивать их уже соответствующими группами продуктов питания. Я думаю, что наша задача в дальнейшем наладить переработку сельхозпродукции на территории Чувашской республики с тем, чтобы меньше продавать сырье, а продавать готовую продукцию. Ну и, конечно же, за счет этого получать большую доходность. Кроме того, очевидно, переработка, то есть первичная, вторичная и еще более глубокая переработка создают рабочие места, прежде всего, на сельской территории. И это тоже нам дает возможность решить главную задачу – повысить уровень жизни на территории республики. Ну и, конечно же, изменить условия жизни каждого гражданина Чувашской республики. Вы отметили, что у нас есть излишек некоторых продуктов. И действительно, экспорт сельскохозяйственной продукции в этом году вырос на 30%. Если брать в абсолютных цифрах, это много или мало? И что и кому мы продаем? И какую продукцию, которую могли бы производить сами, мы все еще завозим, допустим, из других регионов или стран? Да, вот когда мы говорим о продаже сельхозпродукции за территорию Чувашской республики, конечно же, важное значение имеет и экспорт. Это зарубежье, дальние, ближние зарубежья. И здесь тоже радующий факт в этом году – мы уже перевыполнили установленный план, который мы в этом году сами себе установили. Это 25,1 миллионов долларов в эквиваленте, долларом в эквиваленте продукции, которая должна была быть продана за пределы Российской Федерации. За 9 месяцев сумма экспорта составила 25,16 миллионов долларов США. И таким образом мы фиксируем, что увеличение по прошлому году за 9 месяцев идет на 30%. Ну и годовой план мы перевыполнили. Но на самом деле это только радостный факт и мотивирующий момент для того, чтобы и дальше в этом направлении очень серьезно работать. Если говорить, куда экспортируем, это более чем 30 стран, как стран СНГ, так и дальнего зарубежья. Если говорить по группам товаров, то радует, что более чем 80% экспортируемой продукции – это продукции глубокой переработки. В частности, достаточно большую долю в экспорте занимает продукция фирма «Конт». Затем достаточно много у нас продается переработанной мяса с птицы. То есть не тушками мы продаем, а уже переработанную, филейную, либо другую часть. Пусть первичная переработка, но тем не менее переработка. Ну и ряд другой продукции, которые имеют низкий его характер. И вот это направление мы и далее намерены развивать. Тем более на сегодняшний день все больше приобретает спрос продукции экологически чистой. И здесь у Чуваши великолепные возможности. То есть та продукция, которая сегодня экспортируется, уже относится к группе экологически чистой. И в связи с ростом спроса на такого рода продукцию у нас есть возможности наращивать и производство, и экспорт данных видов продукции. Олег Алексеевич, отметили, что экологически чистая продукция в приоритете, но в то же время, допустим, те же зерновые, наверное, 33 центнерсгектара, невозможно без использования удобрений получить. Вот как-то это не противоречит друг другу? Нет, конечно, не противоречит, потому что удобрение удобрению рознь. Есть ведь органическое удобрение, которое получается по итогам деятельности, животноводческой деятельности. То, очевидно, это нам дает достаточно большую продуктивность земель. С другой стороны, сами гербициды тоже на сегодняшний день имеют совершенно разную химическую составляющую. И вот соотношение органических и химических удобрений дает нам возможность как раз получить экологически чистую продукцию. То есть есть стандарт экологической чистоты продукции. То есть когда есть благоприятная экология, соответствующая агротехника при производстве работ, ну и, конечно же, использование определенной доли тех или иных видов удобрений. На сегодняшний день я бы отметил даже другое. Мы на сегодняшний день еще достаточно сильно отстаем от тех нормативов, которые могут быть, скажем, использованы в части внесения химических удобрений. То есть если на сегодняшний день с точки зрения нормативов установлено примерно 60 килограммов в условных единицах на тонну, то у нас около 40 килограммов в условных единицах. Поэтому здесь нам надо наоборот. Для того, чтобы повысить урожайность, продуктивность, качество, еще надо наращивать использование удобрений и тем самым еще оставаться можем в группе экологически чистой продукции. Олег Алексеевич, не раз говорили о создании единого бренда сельскохозяйственной продукции. Понятно, что речь идет не только о какой-то единой упаковке, но и продвижении товара. Вот по какому пути пойдет Чуваше? Это будет создание мини-магазинов в шаговой доступности или все-таки нам нужно какую-то нишу занимать в федеральных сетях? Вы совершенно правильно говорите. Когда мы говорим о едином бренде, это, конечно же, я бы так сказал, разделение производства и продвижения. То есть продвижение имеет, так же, как и любой процесс, много-много факторов и требует системного подхода. Это, естественно, некая единая упаковка, которая определенным образом брендируется и реализовывается. В том числе, кстати, есть требования и по упаковке, когда мы речь ведем об экологически чистой продукции. Не только с точки зрения его оформления, но и по составу этой упаковки. И здесь, конечно же, мы должны эти моменты тоже учитывать. Ну и, конечно же, сама форма продвижения продукции. То есть это однозначно и магазины шаговой доступности на территории населенных пунктов нашей республики, прежде всего городов. Это и иные, более крупные формы представления товаров, в том числе с самими фермерами. Это так называемые мини-рынки, где можно было бы организовать и дегустацию продукции, и постоянные выставки, ярмарки. Ну и, конечно же, возможность приобретать эту продукцию напрямую от производителей. Но, с другой стороны, надо учитывать, что, очевидно, если фермер, как мелкий производитель, будет заниматься и производством, и продвижением, то, очевидно, где-то его будет не хватать. Поэтому, когда мы говорим о едином бренде Чувашской республики, мы говорим о том, что можно будет войти в этот бренд со своей продукцией. И, тем самым, гарантировать себе сбыт произведенной продукции. То есть, очевидно, когда будет создан этот единый бренд, будут и выставлены четкие требования по качеству продукции, по его характеристикам, ну и, конечно же, по упаковке. И здесь у фермеров будет возможность выбрать. Либо они будут производить только сырье, дальше отдавать переработчикам, и уже переработчики будут это все оформлять в рамках вот этих стандартов единого бренда. Либо они уже сами будут организовывать мелкие производства, под единым стандартом это производить, и тем самым это будет дальше уже продвигаться. Но и здесь еще важно иметь в виду, что для того, чтобы успешно конкурировать на рынке, очевидно, мы должны иметь максимально широкий ассортимент продукции. То есть, это молоко, мясные продукты, кондитерские изделия, молочная продукция. Весь этот ряд Чувашская Республика, производители Чувашской Республики имеют в своем арсенале, и очень важно это выгодно представить и соответствующим образом предлагать потребителю. Вот, в принципе, создание единого бренда и каналов реализации, она направлена вот на эти моменты. А на каком этапе сейчас эта работа? На сегодняшний день проведено несколько организационных мероприятий, и инициативная группа работает над тем, чтобы выработать единые подходы. Ну и с городом Чебоксары, прежде всего, сегодня идет работа по выбору площадок, прежде всего, по организации в форме пилотита мини-рынков. И здесь мы предполагаем, что нашими партнерами в этом процессе выступят ведущие институты, финансовые институты Российской Федерации, в частности, Росельхозбанк. И те партнеры, их партнеры, которые реализовали аналогичные проекты в городе Москва, в частности, в Донинском рынке, где вот все те элементы, о которых мы с вами говорили, присутствуют и пользуются большим спросом у потребителей. На недавней встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым вы говорили об открытии школы фермеров. В то же время у нас в республике немало учебных заведений, которые готовят специалистов для аграрной отрасли. Например, там в Урнарское сельскохозяйственный техникум, в Батрево есть техникум, аграрный университет. Казалось бы, там должны этому учить. Учебные заведения не справляются или вот школа фермеров – это что-то иное, какие-то иные цели? Когда мы говорим «школа фермеров», мы, конечно же, не имеем в виду, что это будет организовано некое новое учебное заведение. Это скорее речь идет о некой программе, стандарте подготовки фермеров, причем различного уровня и степени подготовки для успешной деятельности на рынке. И, очевидно, главным партнером в этом процессе будет у нас аграрный университет, как ведущий вуз в Чувашской республике в области образования в сельскохозяйственной отрасли. Но не могу не отреагировать на ваши слова по поводу множества учебных заведений. К сожалению, средние профессиональные учебные заведения на сегодняшний день, я бы так сказал, желают оставлять лучшего с точки зрения организации учебного процесса для подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства. И, обращая на это внимание, примерно полгода назад мной было дано поручение Министерству сельского хозяйства Чувашской республики проработать совместно с Министерством образования, с нашим Министерством образования и с Аграрным университетом процесс вывода учебных заведений среднего профессионального образования на новый стандарт, на новый уровень. Очевидно, когда в трех аналогичных учебных заведениях готовятся одинаковые специализации и зачастую не совсем связанные с сельским хозяйством, стоит вопрос, а насколько эффективно наличие таких учебных заведений, которые призваны готовить специалистов для сельского хозяйства. Тем более там есть кадровый голод. Поэтому речь идет на сегодняшний день о том, чтобы на каждой из этих площадок организовать целенаправленную подготовку специалистов по отдельным направлениям. Ну и соответствующим образом подтянуть материально-техническую базу каждого учебного заведения. То есть на одной площадке ветеринаров, на другой площадке механизаторов, на третьей – агрономов. Ну, я к примеру. Ну и очевидно, учитывая, что для каждого направления нужны соответствующие лаборатории, соответствующие технологии, оснастить их каждый соответствующим образом. Они три одновременно по разным направлениям. И таким образом мы получим, с одной стороны, очень мощную специализацию, с другой стороны, возможность получения современных, нужных компетенций, которые можно будет использовать сразу же после окончания учебного заведения. Ну, а через кооперацию всех, то есть аграрного вуза, этих трех площадок, мы бы получили очень хорошую, такую, скажем, цельную систему подготовки специалистов разного уровня для отрасли. Спасибо. На встрече с представителями отрасли картофелеводов мы отметили несколько слагающих успешного развития – инновации, переработка и господдержка. Вы с этим согласны? Совершенно справедливо, на мой взгляд. Это основные составляющие, которые необходимы для нужного результата. Спасибо, Олег Алексеевич, за нашу сегодняшнюю беседу. Напоминаю, у нас в студии был глава Чувашской республики Олег Николаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова